Добрый день! Много ли вы знаете изобретений, которые без изменений дошли до наших дней? Сейчас я расскажу вам о некоторых гениальных изобретениях, которые не усовершенствовались до сих пор. 144 года назад, 27 октября 1873 года, Джозеф Глиден, американский фермер из штата Иллинойс, подал заявку на патент на колючую проволоку, придав ей именно тот вид, в котором она используется и сегодня. Постоянные улучшения, усовершенствования орудий труда и бытовых предметов делают нашу жизнь проще и удобней. Например, если сегодня кто-то попробует писать оригинальные ручки 1868 года, то, написав диссертацию, он покроет руки бесчисленными мозолями. А если вам придется открыть средневековый замок, то вы долго будете возиться с ним, прежде чем научитесь делать ключом резкий удар, который был просто необходим для открывания. Однако, как это ни парадоксально, в настоящее время существует некоторое число вещей, которые, несмотря на то, что с момента их изобретения прошло более столетия, до сих пор сохранились в первозданном виде, без усовершенствований. Пузырчатая упаковка В конце 1950-х годов дизайнерам Альфреду Филдингу и Марку Чавансу пришла в голову блестящая идея, идеально подходящая для эстетического дизайна помещений космической эры. Целлофановые, объемные, тактильные обои. К сожалению, пластиковые занавески с воздушными пузырьками так и не стали модными. Тогда новаторы решили просто изменить назначение изобретения. В 1964 году они запатентовали собственный метод изготовления ламинированного прокладочного материала. Таким образом, пузырчатая упаковка стала идеальным способом сохранить хрупкие и особо ценные вещи во время транспортировки. Такая упаковка получила широкое применение благодаря своей практичности и дешевизне. Кресло-качалка Кресло-качалка не так старо, как вы думаете. Эти кресла начали появляться в начале 18 века в США и до сих пор пользуются популярностью у людей, страдающих болезнями спины и опорно-двигательной системы. Ведь это не просто успокаивающее качание. Кресло-качалки автоматически настраивают свой центр равновесия, чтобы тот, кто сидит в них, каждый раз занимал удобное положение. Скрепки Конструкции из тонкой проволоки, которые заполнили патентные ведомства в конце 19 века, были всевозможных форм в виде крыльев, треугольников, кренделей и так далее. Однако назначение у них было одно и то же – удержание определенного количества листов бумаги. Все они были запатентованы, кроме той формы, к которой мы привыкли за сто лет. Стандартный продолговатый дизайн жемчужина, имеющий спорное происхождение, тем не менее победил все прочие, отбросив их в ящик истории. Заварной чайник Археологи считают, что чайники были изобретены в период правления китайской династии Юань, который начался с 1279 года. Первые чайники были сделаны из глины и, вероятно, видоизменились с годами. Считается, что первоначально чайники были рассчитаны на одну порцию. Так расшифровывается назначение носика, прямо из которого пьющий человек и потягивал чай. Сегодня вы можете купить заварной чайник, изготовленный из фарфора, стекла, бумаги или титана, но его простой и совершенный дизайн, состоящий из ручки, крышки и носика, остался неизменным на протяжении сотен лет. Мухобойки, рукоятка и небольшая плотная сетка на конце. Это примитивное, но действительно устройство, которое практически устройство, практически в каждом доме оно есть и оно незаменимо в летние месяцы, чтобы бороться с залетающими мухами, комарами и осами. Убийца на лету был запатентован в 1900 году Робертом Монтгомери. Этот человек был государственным медицинским работником в Канзасе и популяризировал свое изобретение по уничтожению мух, чтобы остановить распространение болезней. Как ни странно, но такая примитивная мухобойка оказалась очень действенным орудием против уверхливых насекомых. Мышеловка Не дай бог в вашем доме заведутся мыши, избавиться от них будет настоящей проблемой. И если у жильцового дома нет кота, который не прочь поохотиться на мышек, то лучшим способом будут мышеловки. Одно время мыши были страшными паразитами. Эти пронырливые зверьки представляли настоящую угрозу для детей и продовольствия, а также разносили всевозможные болезни вплоть до чумы. К счастью, в 1894 году Уильям Хуккер изобрел пружинную мышеловку. А в 1903 году Джон Маст внес конструктивное улучшение, сделав ее более безопасной для загрузки приманки. Его конструкция мышеловки используется до сих пор. Колючая проволока В 19 веке в прериях Оклахомы достаточно сложно было сделать забор для ограждения места выпаса скота. Ведь здесь нет достаточного количества древесины, чтобы сооружать заборы. Что же делать? Четверо местных парней в конце 1870-х годов придумали дизайн ограды, состоящей из редких опорных столбов и натянутой между ними колючей проволоки. Колючая проволока была запатентована и с тех пор выпускается в неизменном виде. Интересно, не правда ли? До свидания. Мир вашему дому. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok